Продолжение следует... Присоединился Адиль, представитель ЕАЛИН, Адиль Удербеков, и будет сегодня у нас прямая речь от самого вендора. Поэтому я передаю слово Адилю. Адиль, привет. Добрый день, Артур, коллеги. Огромное спасибо вам за то, что вы выделили время сегодня с нами. Такой непростой момент, период в мире. Цель вебинара сегодняшнего – это как раз рассказать о тех решениях, которые могли бы быть подходящими в нынешней ситуации, в нынешних условиях. И для партнеров мы расскажем о том, какие решения существуют у нас, и как можно их применять в сложившейся ситуации, как можно рассказывать заказчику, как все это можно использовать. Ну, обо всем по порядку. Давайте демонстрацию начну я. И буду по ходу управлять слайдами также. Коротко говоря о e-link, вспоминая. Насколько вы знаете, мы уже лидеры по продажам SIP-телефонии. Мы стали ими в 2017 году. На данный момент у нас стоит огромная и большая цель быть лидерами в направлении ВКС. У нас уже есть признание на рынках Южной Америки, Европы и Азии, странах таких, как Индонезия, Бразилия, Россия в том числе и Тайвань. Наше ВКС-направление развивается очень быстрыми темпами. И уже во многих больших компаниях, заказчиках и госструктурах используется ВКС-оборудование e-link. Сегодня мы поговорим о сервере, о том, как это легко использовать. Сам наш e-link-митинг-сервер, платформа для VKS, насколько она легко в использовании, ее легко разворачивать. Есть терминальные приложения. Также у нас есть аппаратные решения для персонального использования, о которых я сегодня чуть подробнее поговорю. И мы расскажем о специальных предложениях в условиях пандемии, которые мы организовываем совместно с Appimatic. Рассказывая о e-link-митинг-сервере, вы знаете, что в нем все в одном. То есть это софтверное решение, которое разворачивается на серверах, может разворачиваться на полезном, может быть в виртуальной среде развернуто. 11 функций входят в одну лицензию, дополнительно лицензируется сервер широковещания, сервер видеозаписи, шлюз Microsoft Teams, шлюз RTMP для проведения прямых лайв-трансляций, и также шлюз RTSP для подключения в конференцию систем видеонаблюдения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Также с недавнего времени мы добавили AI, то есть интеллектуальный и искусственный интеллект, который поддерживает функцию распознавания лиц. Сама архитектура довольно-таки надежная, ее можно разворачивать в виде кластера, поэтому есть полное резервирование, высокая производительность и емкость, также обеспечивается синхронизация данных на всех серверах, имеются бесперебойные конференции, то есть внутри себя сам YMS может разворачиваться по схеме 1 плюс N, либо 3 плюс N, что позволяет обеспечить бесперебойные конференции. Я думаю, на уровне заказчиков больших это очень важно, чтобы в ненужный момент конференция очень важная не оборвалась. И также имеется централизованное управление всеми этими серверами. Также мы понимаем, что в нынешних условиях многие пользуются Teams, и Teams в мире начинает набирать большую популярность, и для нас также очень важно иметь интеграцию с Microsoft Teams, поэтому при помощи YMS вы можете звонить, все пользователи зарегистрированы на YMS, они могут звонить. Точнее, пользователи e-link-митинг сервера могут звонить в комнату виртуальной Teams, и также из нашей виртуальной комнаты мы можем приглашать пользователей Teams, либо конференции Teams. Также есть встроенный искусственный интеллект, у нас распознавание лиц работает, то есть работает это достаточно легко, всего лишь одна фотография, и определяется лицо, рамка подписывается именем, и отдельно на экране также появляется карточка данного пользователя. И если в базе данных самого сервера имеется фотография загруженная, то функция работает довольно-таки быстро, и я думаю, этот функционал будет очень интересен большим корпорациям в том числе, потому что, допустим, в нынешних условиях большинство больших конференций происходит в онлайн, и не все всегда знают, кто кто. Меня хорошо слышно? Да, хорошо. Также есть таблика и отображение информации о выступающем. То есть вы можете написать до 100 символов о каждом человеке, и поэтому, когда будет высвечивать свое лицо, параллельно на экране также будет информация о нем. То есть это может быть какой-то технический специалист, CEO, либо вы можете подписать все, что угодно. Также есть отображение незнакомцев, и если в данной конференции есть тот, кого быть не должно, допустим, 10 фотографий, все эти 9 человек, они в данных, заходит какой-то из них 11, и чье лицо не распозналось, то есть понятное дело, что этот человек здесь быть не должен. Это тоже одно из применений данного функционала. Также есть RTSP-шлюз. Вы можете подключить систему видеонаблюдения. Я думаю, в нынешних условиях это также очень важно, потому что, возможно, есть советы и корпорации, которые продолжают работать, и в условиях работы из дома вы можете в саму конференцию добавить систему видеонаблюдения и посмотреть, что происходит на месте, в офисе, на заходе и так далее. Также, я думаю, очень востребовано сейчас в нынешних условиях ВКС в сфере образования, и я думаю, также школам, колледжам, университетам будет интересна наша платформа, в том плане, что мы также предоставляем функционал белой доски, что очень важно для учителей. Поверх каких-то вещей также можно, поверх презентации можно делать аннотации, то есть показывать какой-то материал и перед него делать какие-то дополнительные заметки. Также все это можно записывать. У нас есть функция записи, и рассылать ученикам делается это очень легко. То есть генерируется ссылка, и все, кто ссылкой, они получают доступ для скачивания. Вы можете также настраивать это, может данный файл быть скачен или нет, насколько будет активна эта ссылка, и вы также можете генерировать пароль. То есть все, у кого есть пароль, то есть только они смогут скачивать этот файл. Очень гибкий сервис и легко настраиваемый. Также есть функция RTMP-трансляции. Вы можете транслировать на какие-то сторонние платформы, к примеру, YouTube, который здесь указан. Также поддерживается Facebook-платформа. В общем, по RTMP-протоколу вы можете транслировать на разного рода сторонние платформы, но также вы можете использовать и link-meeting-сервер для трансляции внутри самого сервера. Функция WebRTC, я думаю, это одна тоже из очень важных функционалов в том плане, что не все владеют компьютером довольно-таки хорошо, и в нынешних, когда большинство работников находятся дома, не все готовы устанавливать и не все могут устанавливать какие-то дополнительные софт, потому что в плане безопасности это также очень важно, и многие заходят в конференции через WebRTC. У нас это также есть, поддерживается Chrome, поддерживается Firefox, для Mac-устройства это Safari, и также мы специально для России сделали поддержку Яндекс-браузера. В принципе, все браузеры, которые на Chrome-движках, они поддерживаются нашим e-link-мейтинг-сервером. Это общая инфраструктура для всех сценариев и как e-link-мейтинг-сервер интегрирован с разными рода платформами сторонними. Справа вы видите, что это сторонние кодеки, которые также могут подключаться, свободно регистрироваться на e-link-мейтинг-сервере. Это веб-партаменты, это Teams, есть live-стриминг, также есть интеграция с Skype for Business, вы можете подключать SIP-tran к PMS. Также у нас есть PSTN, что позволяет звонить напрямую на сотовые непосредственно из конференции, приглашать участников присоединиться через телефон GSM. И в ней это линейка решений e-link, Endpoint, то есть это все кодеки, Я, к сожалению, страничку не вижу к себе. Я прошу прощения, а где я остановилась? На PSTN? Да, по-моему, на пристроениях. Ну, то есть мы также поддерживаем SIP-tran, вы можете подключать все веб-ATS и все ATS-ки, такие как SIP-CM, AWS-ки, поддерживаются, у нас есть SIP-tran, поэтому вы можете подключать ватс. Также есть PSTN, который позволяет звонить напрямую на телефоны, то есть из конференции вы можете приглашать участников присоединиться к конференции по GSM-мобильному телефону. А внизу уже представлены наши e-link решения, это наши кодеки, в том числе софтверные, как VC-десктоп и VC-мобайл. Отдельно хотелось бы упомянуть о нашем roadmap, и что за последний год мы очень много работаем над омпремис-решением над решением e-link-мейтинг-сервера, который разворачивается у себя в инструкструктуре, то есть это не клауд, и как много усилий мы в это вкладываем и продолжаем это развивать. За последний 2019 год у нас вышло четыре новые версии, в которые в каждую из них мы добавляли какой-то определенный новый функционал, и мы также продолжаем данную работу. сейчас у нас версия 2.4, в ближайшее время выходит версия 2.5, в которой мы обновим новый интерфейс по VC-десктоп и VC-м. У нас выйдет новый Outlook-плагин в конце мая, также будет добавлена функция загрузки документов, и мы также переводим наши софтверные клиенты VC-десктоп и VC-м на русский язык. Плюс у нас параллельно ведется огромная работа по полному обновлению и олимпитинг сервера, и выходит версия 3.0, которая будет поддерживать мультирент функцию и также будет поддерживать SVC. также переходя уже к терминалам, к нашим железным решениям, это все сценарии в офисе для активной совместной работы. У нас есть решения персональные, есть решения для малых переговорок, это VC-200 и митинг А400, которые наша новая линейка кодеков, которые митинг А400, митинг А600, которые будут уже готовы к продаже в мае, и также есть в планах выход митинг А800 для больших переговорок, который планируется выход во второй половине этого года. Ну и также у нас мы оставляем нашу линейку существующих кодеков, это VC-200 и 500 и 800 и 800 и 80 и к ним дополнение у нас выходит новая линейка кодеков. Отдельно хотелось бы напомнить и расположить имеют самые мощные встроенные МСУ в мире, которые засчитаны на 24 порта и может на себе собирать в конференции две виртуальные комнаты, то есть одна комната может существовать сама по себе. Отдельно у нас опять, к сожалению, прервался, я так понимаю, что ты рассказывал про встроенные МСУ на VC-800, все верно. Я отдельно хотелось бы напомнить о встроенном МСУ на VC-800, который поддерживает самый мощный на самом деле МСУ, который может быть на терминале, он поддерживает 24 порта, 24 подключения, также поддерживает на себе создание двух виртуальных комнат, которые могут существовать автономно. Я думаю, в данных условиях это также отличное решение для тех, у кого нет возможности поднимать сервера внутри компании. Я слышу звук. Да, спасибо. Также в данных условиях я думаю, это очень интересное решение для многих заказчиков будет в том плане, что не нужно ничего устанавливать, разворачивать и что-то дополнительно делать. Этот функционал доступен на VC-800 и 880. Также у нас есть терминальное приложение VC-десктоп. Это приложение для ПК. Здесь изображен общий интерфейс, есть базовый функционал, то есть вы можете создавать конференции внутри VC-десктопа, вы можете видеть список контактов, у вас есть календарь, есть интеграция с AD, вы можете начинять конференцию по одной кнопке Meet Now и также можете создавать заранее конференцию, делать расписание и подключаться к запланированной конференции уже из самого VC-д. Так выглядит общий интерфейс, то есть есть функция чата, вы можете смотреть всех участников, вы можете приглашать, выключать, включать камеру и выключать, включать. Наши VC-д доступны как нам Windows, так и на Mac, и также приложения есть мобильные. Мобильные приложения также поддерживают весь функционал, который доступен на десктопном клиенте, и также доступен бесплатно в iOS и Android маркетах. так отделимый тебя, к сожалению, не слышим, ты совсем пропал. У меня снова пропала демонстрация. Я пропалился после слова также, мы тебя перестали слышать. А, вот, ты вижу. Меня слышно? У тебя было не слышно долгое время, мы последнее услышали от тебя слово также. Ты рассказывал про USB периферию для VC-д стопа и VC-б бэн. Я прошу. спикерфон CP-700 и CP-900. CP-900 это решение более массивное, оно доступно в Microsoft Teams и также доступно в версии UC. Также есть CP-700 это более уменьшенная версия CP-900. есть разные сценарии применения вы можете использовать его в домашнем офисе как персональное оборудование его можно использовать в небольших переговорках и также можно будет в манировке. Sound Peter он довольно-таки портативный габариты вы можете видеть довольно-таки компактный большая версия CP-900 весит 320 грамм малая версия весит 220 в комплекте идет защитный чехол и если нужно также имеется замок на камере. возможности следующие на обоих спикерфонов имеется функция шумоподавления также имеется функция full duplex поддерживается 6 встроенных микрофонов на CP-900 и 2 на CP-700 захват звука поддерживается на 360 градусов что позволяет захватить всех окружающих на обоих спикерфонах имеются кнопки функциональные вы можете включать и включать микрофон есть функция bluetooth функция кнопка включения и включения также вы можете регулировать громкость непосредственно самого спикерфона и отвечать на звонки также имеется специальная кнопка teams параллельно спикерфон можно подключать к нескольким устройствам по usb вы можете подключать к компьютеру и по bluetooth вы можете подключать к планшету и телефону на обоих спикерфонах имеется отличная продолжительность жизни батареи то есть он может долго автономно работать сам по батарейке полный подключить период зарядки занимает 3 часа в режиме разговора поддерживается до 12 часов на cp900 и 10 часов cp700 и в режиме стендбай он может постоять 450 дней и 360 также имеются LED-индикаторы когда батарейка полная это отображается полным кругом зеленым подгорается подсветка когда спикерфон заряжен наполовину подсветка подгорается наполовину и когда батарея почти разряжена загорается красный свет также у нас есть новые UVC30 USB камера которая может быть удобно использована для переговорных комнат на 2-5 участников и также для ПК поддерживается на UVC30 есть вес маунтинг то есть вы можете прикручивать болтом есть инфракрасная камера и инфракрасный LED также имеется в комплекте 1,6 метров мы очень много работали над качеством изображения поддерживается Ultra HD 4K поэтому вы можете посмотреть сами разницу в картинке с конкурентами помимо качества картинки эта камера также может подсчитывать присутствующих и выдавать картинку выдавать подсчет в конференцию также у этой камеры довольно-таки широкий угол обзора это 120 градусов что в некоторых случаях является очень важным моментом очень важным функционалом допустим вы можете увидеть разницу на картинке здесь изображено то есть вы можете устанавливать это на телевизор то есть не нужно дополнительно ничего делать на экран или телевизор вы просто разворачиваете камеру и используете встроенный крепеж также вы можете прикручивать болт на через вес установку и также можно прикручивать к стене при помощи крепления также UVC30 поддерживает Windows Hello функцию то есть для быстрого входа в систему определяется лицо и вы можете заходить в систему Windows авторизироваться также на наших камерах UVC30 есть свой встроенный микрофон это такое общее сравнение с основными конкурентами UVC30 по соотношению цены и качества я думаю мы опережаем ближайших конкурентов и очень и очень довольно-таки очевидно также хотелось бы рассказать о BYOD устройствах bring your own device что это направление развивается довольно-таки быстро и с учетом гарантина это все стало еще быстрее общая стоимость такого решения намного меньше чем профессиональное VKS оборудование оно может служить разными в разных случаях использоваться в разных сценариях также его можно использовать с разными платформами такими как Skype, Teams и Zoom и его довольно-таки легко все это устанавливать здесь показан один сценарий использования такого пакета вы можете использовать нашу камеру UVC-30 E-Link BYOD для расширения для подключения своего устройства и также подключается CP900 и спикерфон для создания вот такого в принципе видеоконференц-решения такой комплект включает в себя камеру UVC-30 спикерфон обновленный E-Link BYOD это персональное решение в котором есть два USB порта есть Type-C и также поддерживается HDMI для более больших есть UVC-50 и CP960 конференц-телефон также у нас есть это UH-30 Mono UH-36 Dual и UH-36 Mono которые идеально подходят для колл-центров для офисов для использования офисов для персонального использования сотрудников подключается это легко и довольно-таки просто поддерживается выход 3.5.5 кабель и также есть переходник на USB 2.0 также на переходнике имеются функции функциональные клавиши которыми вы можете отвечать на звонки увеличивать и уменьшать громкость и выключать метрофон мы много работали над звуком в данных наушниках и также добавили функцию шумоподавления на самом микрофоне сами амбашюры мне кажется снова пропал контент мы тебя слышим по крайней мере отдельно и видим как ты переключаешь слайд я просто сам не видел какой слайд сами наушники также имеют хорошие амбашюры что позволяет комфортно использовать наушники в течение дня и хотелось бы рассказать о том что мы сейчас предлагаем специальное предложение от E-Link в рамках поддержки наших партнеров поддержки заказчиков в данное время я думаю Артур подробнее расскажет об этом да коллеги подтверждаю специальное предложение действует оно действует для всех сертифицированных партнеров то есть начиная с этой недели до конца сентября то есть до 30 сентября 2020 года все сертифицированные партнеры они могут заявить проект и получить как бы одно из специальных предложений что предлагается в этом случае во-первых есть возможность получить бесплатные лицензии на ОМС со сроком действия до 30 сентября пакет лицензии куда входят во-первых 100 конкурентных соединений 100 активных портов для предключения в конференции и 100 так называем пассивных портов то есть по лицензии бродкастинг плюс сюда же входит пакет для записи то есть одна лицензия для записи и трансляции до 500 портов одновременно вот это одно предложение для сертифицированных партнеров ну я думаю что будет актуально то есть сам пакет он как раз подходит для образовательных проектов для обучения дистанционного обучения а также для других компаний которые у которых есть потребность в организации там совместной работы в условиях пандемии в условиях самоизоляции тоже будет интересно а второе предложение это при покупке ВСИ 800 либо ВСИ 880 опять же до конца сентября можно бесплатно получить лицензию на 24 порта для встроенного МСЮ напомню что там еще две виртуальных комнаты то есть до 24 соединения вот эти две виртуальные комнаты можно получить эта лицензия также действует до конца сентября вот если захотите продлить можно докупить ее по обычной цене не обязательно 24 порта можно на 16 на 8 можно вообще покупать то есть ограничений никаких нет ну и мы предполагаем что вот это предложение оно будет уже актуально для компаний среднего размера среднего масштаба и еще одно предложение это возможность опять же получить пакет годовых лицензий специальная лицензия промо она вышла на нашем сайте можете посмотреть так и называется YMS Concurrent Call Промо при покупке до 500 от 500 штук это годовая лицензия будет действовать один год и можно пользоваться то есть приложение специальная то есть специальная цена для полосертифицированных партнеров мы надеемся что будет очень выгодно вот ну сами понимаете что это уже как бы для крупных организаций ну и предполагается что это будет интересно как раз для организации хостинга то есть для тех компаний и провайдеров которые как раз в условиях самоизоляции хотят организовать предоставление услуг либо своим сотрудникам либо другим компаниям опять же для организации совместной работы во время самоизоляции ну и еще одно предложение это специальные цены на аппаратные терминалы это практически вся линейка текущая которая сейчас предлагается плюс видеокамеры плюс да видеокамеры вот а чтобы получить эту скидку секс-фессионным партнерам необходимо заявить проект и соответственно ялинг рассмотрит его и даст разрешение на предоставление специальной скидки мы же сразу же ее предоставим вам вот и сейчас мы еще планируем еще объявить одну акцию это уже касательно USB периферии то есть видеокамер EWC30 десктоп они заказаны скоро у нас будут на складе и пожалуйста заявляйте проекты получайте специальные цены будем рады вот ну и заключение хотел бы еще анонсировать вебинар завтра мы у нас на платформе Microsoft проводится семинар погружения в Teams и там же мы будем представлять наши наши решения для платформы Microsoft Teams вот наш доклад назначен примерно где-то на 14 на 16 часов вот самое лучшее время prime time так называемый да то есть когда вы освободитесь уже от своей утренней текучки вот как раз можете позадить время просмотра этого вебинара так ну Ялинк отдель есть у тебя что-то еще добавить нет в принципе это все единственное хотелось бы ответить на вопрос универсальных терминалов насколько вы знаете у Microsoft есть определенные свои требования к терминалам так же как и Zoom они работают только со своей платформой и не то есть для них важно чтобы терминалы не могли переходить с одной платформы на другую тем не менее я знаю что такие решения появляются они появляются вот только сейчас у нас также появляется VC210 и в будущем у нас также планируется выход дополнительного устройства BYOD под названием рабочее название Station о котором мы еще не говорили о котором мы говорим очень мало но ближайшие во втором полугодии у нас также будет выход данного оборудования который будет позволять работать с разными платформами я думаю об этом мы также в будущем еще поговорим но у нас очень много всего делается в этом направлении делается в направлении VKS направление интеграции с разными рода платформами ну вся подробная информация по изделиям о которых рассказал отдель она есть на нашем сайте на те предложения которые сейчас доступны вот и в ближайшее время будет еще новинки следите за новостями то есть к сожалению в условиях самоизоляции не удалось их сертифицировать но сразу же после завершения этого периода мы быстро завершим сертификацию для российского рынка вот закажем все эти изделия они будут доступны на нашем сайте вот и также после самоизоляции образцы вы можете посмотреть в нашем офисе бизнес парке Гринвуд вот мы открываем шоурум всех приглашаем подавайте заявки там на сайте будет специально место для заявки для посещения можно будет назначить время указать тех лиц с которыми вы хотели бы встретиться то есть либо вашего персонального менеджера подключить там либо специалистов одного из наших специалистов по видеоконференции то есть подавайте заявки это все попадает в наш календарь и соответственно в назначенное время мы будем вас ждать в нашем шоурум так ну да если есть вопросы пишите контакты видите сейчас на слайде обращайтесь не болейте ну и слушаем ваши вопросы если есть да может быть у кого-то есть дополнительные вопросы отдельно хотелось бы также поблагодарить вас за все это вопрос пчел выбираю производство на неплаформе YMS я бы хотел ответить наверное себе возьму ответ но Ялинк YMS он совершенствуется да то есть вы как вы знаете он был разработан как раз начинал свое развитие именно как приложение для объединения конференций переговорных комнат да то есть он двигался именно с другого направления на самом деле вебинары у нас проводятся на Ялинк митинг сервере также функция доступна она также часто применяется в больших компаниях сейчас все-таки больше связано с тем что в условиях карантина и в условиях нынешних когда все работают из дома ресурсы под эту задачу под задачу именно проведения вебинаров то есть были определенные с этим моменты которые мы обсуждали с опематикой но в принципе я думаю что в будущем мы будем переходить на нашу платформу по проведению вебинаров да подтверждаю да UVC30 две модификации сейчас есть выпускаются это UVC30 ROM и UVC30 Desktop но сегодня мы как раз остановились больше рассматривали именно дешкторную версию настольную версию для настольной применения так как понимать что в условиях самоизоляции это будет наибольший спрос иметь наибольший интерес соответственно модификации ROM мы особо не уделяли внимания но в принципе на нашем сайте есть информация можно там посмотреть то есть их различия ну отличаются сами понимаете да то есть они отличаются глубиной резкости соответственно они рассчитаны на применение на применение в комнате у меня глубина резкости от 1 метра до 5 и доступная версия она для применения то есть для индивидуального применения когда пользователи один либо их два сидят на расстоянии там от полутора от полуметра до не дальше трех метров соответственно она рассчитана именно на это применение ну и плюс доступная версия там есть встроенный микрофон и биометрический датчик как уже один сказал то есть они как раз сертифицированы как раз для функции Windows Hello и очень удобно для настольного применения для быстрого входа в Windows нет бесплатную лицензию можно покупать не без ограничения по закупке кодека в УТИ то есть во-первых есть возможность вообще как бы получить бесплатные лицензии на тестирование на один месяц на 10 портов для этого необходимо подать заявку на нашем сайте она есть форма там есть вот скачивайте форму заполняйте присылайте своему персональному менеджеру либо на общую почту да а дополнительно о том что мы сейчас в рамках этого предложения в рамках поддержки во время карантина мы предоставляем 100 бесплатных конкурентных лицензий да все верно плюс спецпредложения которые действуют в части спецпредложения наполнено необходимы два условия то есть сертифицированный партнер и зарегистрированный проект да все заявки на спецпредложения утверждаются Ялинком вот поэтому подавайте заявки по проекту если информация там есть по проекту то если она в вас не занесена то есть эти заявки рассматриваются Ялинком и соответственно принимается решение то есть от вас требуется заявить какая спецификация будет в этом проекте сроки это и так далее но обычная информация да просите запрос мне то есть либо вот на контакт который видели на экране да и предоставим вам прайс-лист с ценами GPL здесь нет никакой тайны и все цены GPL они вышли на нашем сайте по каждой модели можете посмотреть они в рублях пересчитываются по курсу ЦБ на каждый день не обязательно то есть проекты то есть вообще сама программа она была как раз рассчитана чтобы помочь партнерам пережить как бы вот этот период поднятия изменения курса доллара да то есть из-за чего как бы многие партнеры попали в сложную ситуацию когда рассчитывали там бюджеты заказчиков по одним ценам а приходится поставлять вот сейчас да по другим ценам и соответственно вот как раз именно на это была нацелена эта акция поэтому все такие проекты там где попали в сложную ситуацию будут рассматриваться в первоотяженном порядке да поэтому присылайте стараемся помочь не обязательно то есть когда зарегистрирован хотелось отдельно поблагодарить вас всех за то что вы сегодня выделили время и посвятили его нам за ваш интерес в Ялинке огромное спасибо я думаю если вопросов нет вы кстати также можете писать мне всегда напрямую если нужно всегда можете писать обращаться к нашему дистрибьютору опематики мои коллеги всегда смогут помочь спасибо огромное я тогда пока покидаю вас желаю всем вам здоровья берегите себя и надеюсь все у вас будет хорошо всего доброго пока до свидания одель ну коллеги я думаю можно завершаться надо если вопросы кончились пишите по нашим контактам внизу и спасибо коллегам из опематики все доброе пока все доброе не болейте пока